Сегодня мы оказались в гостях у победительницы прошлогоднего конкурса «Скрепичный ключ» Даши Дугарова, для того, чтобы узнать о её новых интересах, увлечениях и о планах участия в конкурсе в этом году. Встреча началась с приветственного чаепития, где Даша сразу продемонстрировала свои, пока ещё начальные, знания французского языка. Я буду предложить вам немного чая. Помимо увлечений иностранными языками и музыкой, Даша посещает театральную студию, участвует в спектаклях, конкурсах и международных фестивалях. Там есть какая-то своя атмосфера, в которую ты погружаешься, и это так приятно и так интересно. У меня появилось много новых друзей после этого, и я очень люблю работать с ними. Это здорово, это весело и это продуктивно. В свободное время наша героиня самостоятельно учится играть на укулеле, а также посещает литературные клубы, где делится как стихами собственного сочинения, так и впечатлениями о прочитанном. Не случайно и увлечение живописью. Мама художник-любитель. И девочка не смогла остаться равнодушной к этому виду искусства, в котором пока только делает первые шаги. Это ее хобби. Она рисует, очень любит рисовать различные фрукты. А покажи, что где? Вот инжиры. Это у нее здесь гранат. Там моя любимая картина ее рисунками. А твоя картина где? Это вот этот маленький гранатчик. Главное, что впереди отборочные этапы второго ежегодного телевизионного конкурса «Скрипичный ключ». Даша вновь рассматривает для себя возможность участия и уже работает над программой. Ведь эмоции, которые она испытала в этом творческом марафоне, незабываемы. Когда мы шли, им нужно награждение. Я надела свое платье любимое. И все были очень... То есть мама, бабушка были так очень... Тоже взволнованы. Я не ожидала, что я взяла первое место. И это было круто. Чтобы поразить жюри своими умениями снова, необходимо много трудиться. Ведь интерес к конкурсу невероятно высок, а конкуренция будет серьезной. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.